Добрый вечер, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. В 2014 году санаторий Волга отметил 85 лет своего существования. Это очень старинное лечебное заведение для военных. Здесь перед полетом проходил медицинское обследование Юрия Гагарин. Об этом на проходной санатории Волга есть памятная мемориальная доска. Военный санаторий Волга расположен в одном из живописнейших уголков волжской природы. Высокий профессионализм врачей позволит не только получить индивидуальную подобранную эффективную программу, но и рекомендации по профилактике обострений ваших заболеваний и улучшению качества жизни. Поговорим мы сегодня об отдыхе, ну и, конечно, о лечении в одном из лучших военных санаториев России. Я приветствую гостей в студии. Крупнов Михаил Геннадьевич, начальник санаторно-курортного комплекса Приволжский, Министерство обороны Российской Федерации, начальник военного санатория Волга. Здравствуйте. Здравствуйте. И Михеев Сергей Владимирович, заместитель начальника санаторно-курортного комплекса Приволжский, Министерство обороны Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Я приветствую вас. Здравствуйте, Лена. Ну что же, уважаемые гости, спасибо, что пришли в студию. Давайте поговорим о санатории «Волга». Так вот, Михаил Геннадьевич, расскажите о вашем санатории, что оно из себя сегодня представляет и уникальное место расположения, на мой взгляд, санатория. Расскажите, пожалуйста. Спасибо, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые земляки, уважаемые наши отдыхающие, которые ездят к нам годами, десятилетиями, те, кто только собирается к нам приехать. Что можно рассказать о нашем военном санатории? Дело в том, что в результате всех последних новшеств или, как сказать, реформ последних десяти лет, наш санаторий стал входить в санаторный курортный комплекс «Приволжский». В настоящее время военные санатории «Волга» и все санатории Центрального военного округа, объединенные с санаторием курортным комплексом «Приволжский», подчиняются Центральному военному округу, который располагается от Подмосковья до глубоких сибирских недр, включая даже Красноярский край. На юге мы ограничены Таджикистаном, на севере – северными морями. И вот вся эта территория фактически обслуживается санаторно-курортным обеспечением нашими тремя военными санаториями. Так получилось, что в 2012 году весной Министерство обороны выбрало коллектив, управляющий санаторием «Волга», как основу для создания санаторно-курортного комплекса Центрального военного округа. И три санатория, разбросанные в такой огромной территории, были подчинены нашей самарской команде профессионалов. И мы достаточно успешно до сих пор с управлением этим хозяйством справлялись. Что сегодня мы говорим о военном санатории «Волга» и хотелось бы коснуться именно истории военного санатория. В 1929 году, в далеком послеволюционном 1929 году, на базе дома отдыха «Приво» на северо-западной окраине города Куйбышево, 7-й просеке, развертывалось санаторное отделение окружного военного госпиталя номер 358 на 35 коек, который функционировал только летом. Ну, ходят споры о том, какой датой считать день рождения военного санатория, какой год рождения, потому что статус нашего медицинского учреждения менялся за эти годы много раз, менялись руководители, организационные структуры. Но, выбирая и утверждая дату для празднования, мы выбрали именно 1929 год. И два года назад мы отметили 85-летие вот этого великолепного медицинского военного учреждения. За эти годы наш санаторий проживал с нашей стороной всю ее нелегкую историю. Я уже упомянул о том, что в 1929 году именно для раненых красноармейцев, для их реабилитации и создавалось это учреждение. Потом шли локальные конфликты перед Великой Отечественной войной, принятие раненых на реабилитацию, на восстановление. В Великой Отечественной войне, когда Ивак и госпиталь на базе санаторий разворачивался. После военное время санатории не только продолжили развитие, они в значительной мере произошли всплеск развития военных санаториев по всей стране, в том числе и санаторий Волга. И огромные средства были пущены на то, чтобы медицина революционно развивалась в городе Самара, военном санатории Волга. В то время территория военного санатория Волга занимала площадь более 110 гектаров. Это наши жители могут оценить от улицы Новосадовой и до Волги, и вширь. Вот этот участок военного санатория и располагался. Конечно, не было тогда асфальтовых дорог, которые мы сейчас видим. Все снабжение санатория осуществлялось на подводах, было дровяное отопление. И наши отдыхающие, тогда еще красноармейцы, не гнушались тем, чтобы утренняя зарядка у них заключалась в колке дров. Сейчас бы тоже, кстати, было полезно. Это любому полезно. Я думаю, что врачи, физиотерапевты меня поддержат в этом. Но пока мы не можем вменить и приходится топить газом. Постепенно территория санатория сужалась, сжималась. Город рос. Городу требовались новые площади для развития. И одна из наших заслуг, наша команда в том, что территория военного санатория сейчас составляет 28 гектар. И вот эта цифра замерла. То есть прекратилась наконец-то раздача под дачи, самым уважаемым, самым, безусловно, нужным для страны людям. Но не за счет же военного санатория. И вот эту работу мы проводим не только в санатории Волга, но и в других санаториях Центрального военного округа. Тем самым сохраняя земли и обеспечивая будущим поколению ветеранов, Министерства обороны нашего и действующего наслужащего, обеспечивая отдых, реабилитацию и все виды услуг. В живописном месте. Михаил Геннадьевич, но то, что это самое живописное место, и мы уже успели посмотреть несколько фотографий прекрасного вида санатория Волга, это мы окончательно убедились. Но то, что насколько это передовое лечебное заведение сегодня в Самаре. Михаил Владимирович, с какими заболеваниями к вам обращаются? И самое главное, ну как же вы им помогаете? Елена, санаторий Волга, как и все санатории нашего санаторно-курортного комплекса, безусловно, являются лидерами в своей отрасли. Поскольку основной нашей функцией является оздоровление военнослужащих. Это очень ответственная задача, поэтому мы просто обязаны быть в лидерах. Но если говорить о санатории Волга, то основными направлениями деятельности является лечение, или правильно сказать, оздоровления людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной и периферической нервной системы, заболевания костно-мышечной системы и последствий травмы на опорно-двигательном аппарате, заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также заболевания женской половой сферы воспалительного характера. Все вот эти заболевания мы успешно лечим и достигаем очень хороших результатов. Не могу с вами не согласиться, тем более, что мы сейчас видим кадры именно лечения, восстановительного лечения в санатории Волга. Михаил Геннадьевич, есть вам что добавить? Я хочу добавить только то, что Министерство обороны за всеми своими реформами, тем не менее, не забывает о развитии именно вот этой санаторно-курортной сферы. И недалее, как пару лет назад, мощный транш финансов в Ливане позволил нам обновить практически всю аппаратную базу всех трех санаториев до соответствующих современным требованиям. Физиотерапевтическое отделение, отделение лечебной физкультуры, неврология обновились практически на 100%. В настоящее время, по мнению авторитетному врачей нашего самарского сообщества, мы имеем четкое представление о том, что база техническая, медицинская оснащения наших санаториев, она соответствует самым современным требованиям. И основываясь на этом, мы испытываем большую уверенность в том, что приняв любого, больного с любыми проблемами и нуждающимися в реабилитационных мероприятиях, мы можем оказать ему помощь действенную. И 99% наших пациентов, отдыхающих, уходят с улучшениями. И поэтому обусловлено, что они рвутся к нам опять и опять, и мы этому очень рады. Сергей Владимирович, я так полагаю, в связи с этим и новинки, процедуру в санаторию Волга вы можете предложить своим пациентам, да? Какие? Безусловно, Елена. Ну, кроме традиционного аппаратного лечения физиотерапевтических методик, мы можем предложить нашим пациентам новые инновационные методики лечения, к примеру, бесконтактного массажа, методики лимфодренажа, в том числе и лимфодренажа лицевой области, что относится к косметическим процедурам, является очень эффективным и, самое главное, неинвазивным, то есть не требует радикального вмешательства в структуру ткани человека. Эффект при этом достигается очень хороший. Также очень большое внимание мы уделяем вопросам реабилитации. В связи с этим все новейшие методики реабилитационного направления у нас внедрены. Мы проводим лечение заболевания опорно-двигательного аппарата с помощью приборов активно-пассивной коррекции с биологически обратной связью, что является, безусловно, инновационным, новым методом, своего рода уникальным и достаточно редко встречающимся на территории нашей области. Вот новое и уникальное, одно ли это тоже? И вот если есть какие-то у вас уникальные вещи, это значит неповторимые в других заведениях, если да, расскажите, пожалуйста, вот мы также видим сейчас фото на экране, может быть, вы даже прокомментируете. Была как раз такая изображена методика бесконтактного массажа, то есть это гидромассаж, почему бесконтактный? Это гидромассаж, но при этом пациент не получает никакого, не испытывает контакта с водной средой, поэтому процедура отпускается в легкой одежде, при этом пропускная способность данного метода лечения очень высока, не требуется наполнение ванной, не требуется обеззараживание, так сказать, большого водной среды. И данная методика очень помогает пропустить большее количество пациентов. Михаил Геннадьевич, об уникальности можете что-то еще добавить? Потому что мы столько, мы смотрели материалы, столько у вас процедур различных, вот впервые встречающихся, честно могу сказать. Поэтому вот хочется подробнее об этом поговорить. Я могу вас уверить, не только вы удивляетесь этим новым методикам, кандидаты наук, врачи-физиотерапевты тоже с большим энтузиазмом смотрят, ознакомляются и осваивают эти новые методики. Ну а если говорить уже о основательной такой уникальности, я могу привести, как бы проинформировать наших телезрителей, что у нас на территории санатория существует уникальная, по-настоящему уникальная скважность с водой, с сероводородной водой. Концентрация сероводорода очень высока. Ее использовать в том виде, как мы ее качаем с глубины 500 метров, невозможно. Ее вынуждены мы разбавлять до концентрации приемлемых для организма. Вода и скважина, они официально существуют в реестре федеральном. И получила эта вода классификацию по типу Мацесты. То есть, ну, в Мацесте такая вода и у нас. Честно говоря, сам относился не всегда, как бы, с пониманием, что это такое. Но вот в результате нескольких лет ознакомлений с работой вот этой скважины, я увидел воочию, как люди встают на ноги, получая процедуры, ванны принимая, гинекологические орошения и многие другие процедуры, связанные с применением этой воды, из этой уникальной скважины. Приходили люди, сжали руки, благодарили за себя, за своих близких. Это вот та изюминка, которая позволяет нам считаться по-настоящему уникальным санаторием. Вы сами пьете в эту воду? Ее пить нельзя. Она крайне агрессивна для организма и токсична. То есть, она используется в различных процедурах? Только, только, значит, наружно. И под наблюдением врача, и если кто-то краник там в крыкручатый будет дома принимать ванны, но я думаю, что он долго не протянет. Понятно. Расскажите, я добавлю, Лена. Да, конечно. Вот, отвечая на ваш вопрос, можно ли употреблять внутрь, мне бы хотелось добавить, что на территории санатория также является вторая скважина с питьевой минеральной водой, относящейся к классу Ижевская 31. Тоже проведен химический анализ. Данная вода занесена в общероссийский реестр лечебных минеральных вод и применение ее внутрь с соответствующими методиками широко используется в лечении пациентов для лечения желудочно-кишечного тракта. Следующий вопрос, уважаемые гости, я, наверное, вам обоим хочу адресовать, потому что реабилитация, ну, согласитесь, важнейшая составляющая здоровья. Расскажите, какое значение в вашем санатории Волга удивляется именно восстановительному этапу? И, уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляется телефон санатория Волга, возьмите, пожалуйста, на заметку, звоните, узнавайте более подробную информацию, ну, и мы говорим о реабилитации. Елена, ну, здесь хотелось бы сказать, что реабилитация – это есть восстановление нарушенных функций. И именно в условиях санатория, как нигде-либо, и необходимо и уместно проводить данные мероприятия. Поэтому к реабилитационным мероприятиям мы относимся очень серьезно, поскольку эти методики являются основными по нашему роду деятельности. Для реабилитации различных заболеваний мы применяем новейшие аппараты, как я уже сказал, с активно-пассивной коррекцией, с биологической обратной связью, помогающие пациенту при физических упражнениях самим оценивать интенсивность нагрузок, самим оценивать эффективность проводимых мероприятий. И самое главное, пациент сам контролирует те действия, которые он осуществляет. Это очень важно для возникновения и восстановления именно функциональности сократительная работа мышц, сократительная работа сердечно-сосудистой системы. Вот на экране живописно отображается именно эта процедура. И по поводу реабилитации хотел также добавить, что во время того, когда управлял министерством воронами министр Сердюков, в общем-то вектор был несколько такой неиспадающий в нашей сфере. Но в это время были приняты законодательные акты, которые фактически исключили сферу наших действий, воздействия и влияния действующих военнослужащих. Это наша беда, и с этим согласны многие. Но законодательство такая неповоротливая штука, что вернуть обратно бывает проблематично. Это величит за собой изменение бюджетных различных процессов и многих других вопросов. И мы очень рады, что в связи с тем, что Министерство обороны резко нас нагрузило реабилитационными мероприятиями, мы рады, что наконец-то в лоно наших военных снаториев наконец-то вернулись действующие военнослужащие. Все мы знаем непонаслышки, что в настоящее время активно ведет политику свою Россия на международной арене. И в настоящее время молодые офицеры, вернувшись из горячих точек, вернувшись уставшие, нервные, вернувшись из тяжелейших условий внесения службы, они у нас приобретают мир в душе, они возвращаются к нормальной жизни. И с успехом мы это им предоставляем. Огромная работа ведется не только в плане прокрутки их на каких-то медицинских хитроумных аппаратах, мы также ведем огромную работу по возвращению в социальную жизнь. То есть огромную работу ведет клубы военных санаториев, те люди, кто отвечает за эту работу. Мы организовываем для них, проводим для них различные спортивные мероприятия. Это культурная жизнь, Михаил Геннадьевич, мы обязательно об этом еще поговорим. Часть реабилитации. Да, часть реабилитации тоже в том числе. Я хотела бы поговорить с вами о персонале. Насколько квалифицированы ваши работники? И скажите, пожалуйста, патриоты ли они свои работы? Елена, ну, наверное, отвечу я на данный вопрос. Квалификация сотрудников санатория «Волга» очень высока, поскольку вопросам этим уделяется большое значение. Мы активно участвуем в различных конференциях, проводим на своей базе различные конференции с участием всех медицинских учреждений города. Участвуем на выездных конференциях, в том числе в Москве, в Казани и других городах. В конференциях, проводимых Министерством обороны Российской Федерации для своих медицинских учреждений. И результатом данной работы является высокая квалификация нашего персонала. Работают врачи высшей и первой категории. В составе нашего санатория четыре кандидата медицинских наук. Имеются печатные работы в журналах, аккредитованных высшей аттестационной комиссией ВАГ Российской Федерации и в других печатных изданиях, как страны, так и регионального значения. Михаил Геннадьевич, вы довольны своим коллективом? Коллектив – это моя гордость. И почти шесть лет я работаю в должности руководителя. И, в общем-то, во многом коллектив сформировался из тех, кто был единомышленником, и кто пришел из нового состава. Но вы знаете, какой парадокс? Мы очень серьезно относимся к жалобам, предложениям, к отзывам отдыхающих. И есть такой журнал «Толстый», толстая книжка, которая лежит у секретаря. И любой желающий там оставляет надпись любого содержания. И по прошествии определенного периода, ну, практически годового, мы подводим рейтинг сотрудников, которые наиболее были отмечены положительно в этой книге. И вы представляете, уже не первый год лидером в этом рейтинге становится Агнисян Анна Яноковна. Скромная, сухонеком, миниатюрная женщина, которая работает санитаркой бювета с минеральной водой. Никогда бы не мог в это поверить, но вот ее, видимо, тепло, ее любовь к отдыхающим, она вот именно делает ее лидером этого рейтинга, о котором она, может быть, совершенно не задумывается. Но кроме этого, конечно, кроме этой нашей звездочки и такой душевной женщины, есть очень много профессиональных врачей-терапевтов. Люди на них приезжают со всей страны, как на какой-то концерт артиста. И фанаты у них уже есть. У нас большую работу ведет отделение фитотерапии. Например, вся страна тоже в картотеке нашего отделения фитотерапии находится и приезжает на те процедуры, которые она проводит, которые являются уникальными по всей стране. И много-много-много таких вот звездочек и звезд, которые делают наш санаторий именно таким вот востребованным и уважаемым. Организационные моменты. Мы поговорили, говорим, продолжаем говорить о санатории Волга. Скажите, можно ли приобрести путевку к вам? Вот лично мне очень нравится все, что я слышу от вас, все, что я видела, и подготовились мы к передаче. Но вот у меня, к сожалению, нет военного звания, а отдохнуть в санатории хочется. Можно ли к вам попасть? Уважаемые телезрители, уважаемые земляки, санаторий Волга открыт для всех. Это совершенно не проблема попасть к нам, и не надо иметь звание или иметь какую-то выслугу. Но, тем не менее, хотел бы обратить внимание, что приоритет предоставления путевок таков, что мы выполняем 76-й федеральный закон, в котором прописаны права определенных категорий граждан, лиц на приоритетное санаторно-курортное обеспечение. Первое очередное, да. Туда включены пенсионеры Министерства обороны, ну, с рядом условий, члены их семей, герои всех видов и степеней, а также действующие у нас служащие, хоть и они не пользуются материальным льготом при размещении, но, тем не менее, приоритет мы им отдаем. Вот, поэтому, если кто-то озаботился приобретением путевки военной санатории «Волга», единственное, о чем я хотел бы вам вас попросить или посоветовать, заранее озаботиться, потому что в связи с ограничением выезда в Египет, в Турцию, санатории Министерства обороны, а в частности нашего санаторно-курортного комплекса, пользуются необычайным спросом. В этом году, например, в значительной мере уже заполнены летние месяцы. Регулярно мы отвечаем, отказываем, к сожалению, но иногда освобождаются места, иногда есть месяцы осенние, на которые еще не все занято. Так что мы вас ждем с вашими обращениями, всегда будем вам рады, а на следующий год чуть заранее заказывайте, и наша медицина готова вас принять. Кроме того, я прошу прощения, дополню, у нас существует амбулаторный прием, вполне официальный, есть прайсы, есть перечень услуг, которые мы предоставляем, и мы рады любому страждущему, который нуждается именно в помощи квалифицированной врачей. Квалифицированной физиотерапевтической, другой помощи. На самом деле очень востребовано, и нелегко найти иногда те процедуры, где-то еще в других медицинских утверждениях, которые существуют у нас. Прошу вас, обратите внимание, изучите наши предложения, и я думаю, что много желающих появится к нам прийти на амбулаторный прием. Да, на амбулаторный прием, но потом не нужно забывать, что санаторий все-таки работает круглый год, и можно прийти не в сезон, а можно прийти в осенний, в зимний, весенний период, и также поправить свое здоровье, тем более, что место, которое вы находитесь, действительно уникальное, и подышать свежим воздухом, чистым волжским, но это на самом деле дорогого стоит, и я уверена, к вам едут со всей России. Хотелось бы поговорить о культурной жизни, насколько она насыщена, лечение, я поняла, квалифицированное, персонал также, а вот интересно ли, весело ли у вас отдыхать? Ну, раз уж я начал, разрешите продолжить. Конечно. Я уже говорил о работе клуба, но на самом деле клуб в работе военного санатория, в общем, стоит в одном ряду с такими учреждениями, как столовая и медицина. Если нечем вечером заняться и некуда деть платье нашему отдыхающему, они, конечно, очень страдают и напрямую об этом высказывают. Мы относимся с пониманием, и у нас существует серьезная программа по всем трех санаториям, и в том числе санаторий Волга в Самаре, культурный, который не даст заскучать отдыхающим. Это экскурсии, это танцевальные вечера, это уроки танцев, которые проходят не для галочки, а по-настоящему. Часто концерты, мы очень интересно сотрудничаем с Домом офицеров. Спасибо им большое за понимание. И огромное количество соревнований, которые мы проводим для медико-психологических реабилитантов, которых я упоминал. Подходим к решению этих вопросов без, как это сказать, без формальности. И я знаю, что многие уезжают от нас довольны, с грамотами, с подарками в виде сладких тортов, и, в общем, без внимания не оставляем. Я оценю работу наших культмассовиков как хорошую. Вы знаете, немаловажным также и организация отдыха до мелочей. Вот мы видели сейчас, какой у вас прекрасный автобус, даже автобус у вас с логотипом санатория Волга. Ну, поверьте, этот автобус, он нам очень тяжело достался. Когда отнимали у санаториев все и обещали аутсорсингом восполнить эти прорехи, мы как-то не очень в это верили, поскольку люди практически... И удалось вот этой сутолоке автобус за нами закрепить, который так закрепили, что никто не смог отобрать. А сейчас, когда все-таки немножко здравый смысл возвращается постепенно, гараж нам вернули, а вот он, автобус у нас в руках готовый. И мы сейчас на полном законном основании используем его, на радость отдыхающим, на свою гордость тешим, потому что ездит красивый автобус по городу, великолепный. Вот. Ну, в общем-то, во всем подход такой хозяйский стараемся проявлять. Наше время медленно, наверное, подходит к концу. Вот пару минут еще есть. Хочу задать вам вопрос о рейтинге все-таки санатория Волга среди других оздоровительных учреждений Министерства обороны, Михаил Геннадьевич. Ну, на самом деле, такого рейтинга не существует. И, наверное, было бы самодельно говорить, что мы там в каких-то высоких уровнях этого рейтинга находимся. Хотя общение с коллегами, мы регулярно выезжаем на сборы, где встречаемся с другими регионами такими зубрами физиотерапии, как северо-кавказские, санатории Сочинские, Крымские, где, в общем-то, основное, все население работает на физиотерапии. Но когда мы с ним встречаемся, мы видим, что усерден наших сотрудников, наших медицинского персонала, службы МТО, которые поддерживает наш санаторий в надлежащем виде, и санитарно-гигиеническом, и просто вот, чтобы это визуально очень хорошо смотрелось, мы видим, что по многим позициям наши санатории именно в первых строчках рейтинга существуют. Например, по позициям оснащенности, по позициям профессионализма медработников, по детскому отдыху, по организации обслуживания номерного фонда, тут, безусловно, мы в первых рядах именно вот этой вот структуры военно-медицинской. Спасибо. Ну что же, я знаю, что на днях 87 лет исполняется вашему санаторию. Разрешите от всей души поздравить вас с днем рождения, с этим замечательным праздником. Продолжайте также приносить и дальнейшую пользу жителям не только нашего региона, но и России. Здоровья вам, сил, успехов и, конечно, удачи. Уважаемая Лина, разрешите, пользуясь случаем, поздравить сотрудников военного санатория «Волга», всех, кто работал и продолжает там работать, всех, кто внес свой вклад в развитие этого великолепного военно-медицинского учреждения. Особо я хотел бы отметить ныне здравствующих Азиева Александрова Сансудиновича, это в прошлом начальник военного санатория, который огромный вклад внес в его развитие, Борисова Сергея Арберыча, который также более 10 лет холил и лелеял наше учреждение. Нельзя не вспомнить в этот день Афиногенова Игоря Николаевича, это мой предшественник, великолепный врач, умер на посту фактически. И, в общем-то, хочу поздравить всех, кто до сих пор вносит свой вклад в развитие нашего великолепного военного санатория, который является бесспорно жемчужиной в жереле Самары. И, пользуясь случаем также, хоть и наш день рождения, но хотелось бы вашей уважаемой телекомпании вручить небольшие сюрпризы, которые именно нами выпущены, связанные с днем рождения нашего военного санатория. Ну, это фляжка для целебных настоек. Спасибо. Которую мы надеемся, что вы будете применять по назначению. Да. Вот. Это кружка, которая тоже из этой же темы. Спасибо. Ну, часики, которые неплохо будут смотреться на любой стене с нашей символикой, чтобы почаще о нас вспоминали, не забывали. Ну, и вот маечка с такой великолепной белочкой, которые у нас живут в санатории, здравствуют и радуют отдыхающих и детей, и взрослых. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Я думаю, что вам также есть, Сергей Владимирович, да, добавить слова поздравления. Безусловно, я поздравляю всех сотрудников санатории «Волга» с юбилеем, с праздником. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за очень интересную познавательную беседу. Еще раз здоровья, удачи и, самое главное, благополучия. Всего хорошего. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Говорили мы сегодня о санатории «Волга». Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok